Алло. Алло. Алло, Тимур, здравствуйте. Здравствуйте. Тимур, меня Элона зовут. Я вам из компании 24xForex звоню. Вы у нас регистрацию прошли, доход для себя искали дополнительный? Да, 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 искал. А вот. Тимур, я звоню, чтобы помочь вам активировать ваш аккаунт и в принципе просто чуть ближе с вами познакомиться, чтобы понимать ваши цели. Вот, Тимур, один очень главный вопрос. Вы сейчас в Чехии находитесь, правильно? Да, я живу тут. Ага, живете. А как долго вы живете в Чехии? Ну, давно уже. Хорошо. А родом вообще с вами откуда? Ну, Керчь, это Крым. Сейчас это Российская Федерация. Ага, ага, а скажите... Ага, ага. А скажите, Тимур, у вас какие-то чешские документы есть? Какой-то вид на жительство что-то? Перманент-резидент. А кто у вас? Перманент-резидент. Постоянный житель. ПМЖ. Ага. Ну, это на английском перманент-резидент. Ага, все, 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 понятно. Ага. Да, просто дело в том, что вообще с гражданами Украины мы не сотрудничаем. Так Крым, это же Россия. Ну, вообще, да, как бы... Ну, у меня российский паспорт. Ага, у вас российский паспорт. Ага, все, все, все. А что с Украиной не работаете? Ну, мы вообще работаем просто со странами Европы. Вот, поэтому с Украиной не работаем. А Россия тоже, Европа. Ну, то есть не входит Евросоюз, как и Украина. Ну, смотрите, поскольку вы призываете в Чехии, да, и если у вас есть перманент-резидент, то, в принципе, других вопросов быть не может. Так, ну, я просто, ну, с Украиной не работаете, а с Россией работаете. Да, да, не работаем с Украиной. Ну, такой регламент компании не работаем. У нас Украина и еще три страны, с которыми мы не работаем. А какие еще три страны? Не Чехии, а не? Нет. А какие можно знать? Конечно, мы с Израилем не работаем, с Америкой не работаем, и не работаем еще с Францией. Вот. Тимур, такой вопрос вообще. Скажите, вы когда-то вообще пробовали зарабатывать таким образом, ну, на финансовом рынке? Ну, я лично нет, но мой двоюродный брат в этой сфере крутится, работает, он тоже из России. Ага, ага, и вы тоже захотели? Кое-что я как бы понимаю. Ага, о, отлично, понимание есть уже хорошо. Ага. А каким образом вообще вот ваш брат работает? Не узнавали, как торгуют сам или с какой-то помощью? Ну, в смысле, помощью, ну, через брокера торгуют сам. Ага, с брокером торгуют. Ага, ага, я вас поняла. Ну, смотрите, Тимур, я вам сразу скажу, да, что с брокером мы не работаем по одной простой причине, потому что, во-первых, брокер – это человек, вот, а человек может элементарно совершить ошибку, и эта ошибка вам будет стоить ваших денег, и, соответственно, прибыль компании тоже как бы от этого теряется. Вот, мы работаем с программой, вот. Ну, я вам немножко позже про нее расскажу. Расскажите вообще о себе немножко, вот, чем вы как вообще в жизни занимаетесь, работаете? Да. Подождите секундочку. Вы такую… Да. Понимая опыт в этих делах, вы только что сказали и, как бы, знаете, перевернули мне мир. А где вы находитесь, скажите? Мы находимся в Швейцарии, городе Женева. Швейцарии, Женева. Да. А скажите, как можно работать на бирже без брокера? Как это реально? Ну, вот. А вот. А можно работать с программой. А вот автоматическое программное обеспечение – это, собственно, то, что вы и смотрели в видеоролике. Да, я не помню, честно говоря. А вот. Ну, я вам освежу память. А еще раз скажите, какая компания, ну, что вы за… 24xForex. Вы регистрировались по проекту NIGMA. А. Вспомнили. Да, 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 да. Так вы мне объясните, пожалуйста, как можно купить акции без брокера на бирже? Как это вообще возможно? Где это можно почитать? Смотрите, я вам объясню, да. То есть вообще на финансовом рынке есть очень многие разные разные способы, да. То есть благодаря которым вы можете зарабатывать. Очень многие компании, да, торгуют с брокером. А вот. А мы с брокером не работаем. Мы работаем с программой. Хоть я и скажу вам честно, да, то есть с программой вы будете зарабатывать, ну, как бы меньше, да, чем с брокером. Но все же намного и безопаснее, да. То есть что такое программа? То есть программа – это идет что-то вроде робота, который уже запрограммирован на то, чтобы самостоятельно анализировать рынок, события. То есть все, что может влиять там на рост или падение цены актива, да. Ну, как бы робот он тоже не стопроцентный. Ну, как он работает на практике? То есть, к примеру, вы хотите совершить какую-то сделку на какую-то определенную сумму. Что делает программа? А программа эту сумму разбивает на 10 равных частей, и на них он совершает 10 разных сделок. Вот. Автоматически. И по статистике 8 из 10 сделок являются успешными. Ну, то есть на 2 вы теряете деньги, на 8 вы зарабатываете. А вот как бы в этом идет работа самой программы, да. То есть, ну, как бы в чем ее плюс, да, что вы, тем не менее, да, хоть и понемногу, но все же имеете стабильный доход, как бы стабильную прибыль. Вот. Поэтому нам это и выгодно, потому что, ну, как бы с каждой вашей выгодной сделки компания имеет свою комиссию. Это порядка от 1 до 10 процентов. Все, конечно, зависит от цены актива, да, то есть на котором вы хотите, чтобы работала программа. Вот. Как бы. Или вы хотите, чтобы программа работала, не знаю, на валюте или, опять же таки, на каких-то акциях, там, Tesla, Mercedes, BMW и тому подобное. Илона, вы закончили? Ну. Спрашивайте. Во-первых, вы там как-то обмолвились, что брокер – это человек. Во-первых, что это не человек, а компания, брокерская компания. То есть это не человек. То есть суть брокера проста, он, это инструмент. С помощью него, как посредник, он ничего не решает. Решает человек, что покупать, что не покупать. Есть брокерские компании, там аналитика, там все такое, там дополнительная плата. Но купить акции, облигации, там тот же, какие-то даже фьючерсы, CFD контракты без брокера, я просто не знаю, вы мне открываете Америку. Во-вторых, я просто не пойму смысл тогда, если вы это все делаете, допустим, у вас получается это делать. Зачем вы мне это говорите? Это же как бы, если вы узнали какой-то секрет жизни, программа, которая работает. Подождите, не перебивайте, я закончу. Зачем я? Да поставьте, если она устанавливается на компьютер, на этот самый, по принципу майнинга, поставили кучу компьютеров, ну в майнинге там видеокарты ставятся. И пусть она работает. Вы будете по экспоненту деньги рубать. Зачем я? Ну я не вижу смысл, принцип привлекать меня. Если вы можете кучу компьютеров поставить, вот так вот, и пусть робот работает, работает, работает. А вы через, ну если у вас восемь сделок из десяти выгодные, то я не знаю, это вы бы уже, наверное, вторым Илоном Маском были бы за какое-то время. Ну вы понимаете? Получил прибыль, опять вложил. Конечно. Вложил максимальную сумму на какой-то этот самый, получил прибыль. Это, ну, умножитель прибыль. Я просто не пойму, зачем вы мне это разглашаете и привлекаете меня туда. Тимур, я вам объясню, да, потому что, ну, в принципе, ну, как вы понимаете, как и любой человек, и таких много никогда не бывает. Вот. И у нас есть несколько точек, ну, наших компаний, да, которые работают со всей Европой. И, ну, в чем смысл, да, как бы мы имеем комиссию от ваших выгодных сделок. То есть мы предоставляем инструмент, вот, то есть эту программу, этого робота, да, для своего же обогащения в первую очередь, потому что мы поэтому и разработали, да, этого робота для того, чтобы вот 8 из 10 сделок, они были успешными для того, чтобы получать комиссию с прибыли клиентов. А вот смотрите, Тимур, да, вот правильно, никто не знает, что у вас в голове, да, вот сегодня вы, допустим, не знаю, приступили к работе с 200 евро, и компания получает от этого, ну, совсем мизерный процент, вот. А завтра вы приступили к работе с 400 тысяч евро. И, соответственно, комиссия компании тоже растет и увеличивается прибыль. И таких клиентов у нас достаточно много, которые приносят прибыль компании таким образом, потому что, ну, в принципе, да, эта программа, этот сам робот, это очень недешевое устройство, это далеко не дешевое устройство, оно стоит просто нереальных денег, огромных денег, да, для того, чтобы его вот так вот запрограммировать и зарабатывать деньги. И, ну, как бы его тоже нужно отбить в первую очередь, вот, и, соответственно, получать еще с этого какую-то прибыль. Вот, так почему бы этим не воспользоваться? Ну, был бы я разработчиком этого робота, то я бы никому это не говорил, серьезно, заставил себя железом дома, поставил бы конкретный какую-то охлаждающую систему, чтобы это все не перегревалось, и копил как на майнинге, ну, это, грубо говоря, майнинг. Хорошо, Илона, а, смотрите, как мы работаем, ну, я, правда, вы меня шарашили, без брокера как это осуществляется, ну, ладно. Смотрите, Кимур, одну секунду, одну секунду, мы не работаем с брокером, ну, потому что, по сути, да, вот, брокер – это человек, который говорит вам, да, вот… Это не человек, это компания. Что не зайдет? Ну, есть брокерская компания, есть еще человек, который называется брокер, да, то есть вы можете работать с программой. Это брокерская компания, нет такого человека, знаешь, с портфелем брокер. Это компания. Илона, не знаю, как вы себе представляете, это компания, брокерская компания. Просто так называют человека, который якобы, это то же самое, что робот. Робот, это же как бы программное обеспечение, ну такого понятия робота. Ну, я неудачный пример. Ладно. Нет, ну, я понимаю. Ну, не знаю, как правило, на финансовом рынке, да, вот, не знаю, вот я тоже работаю, у меня очень много клиентов, которые говорят, они, что они торговали с брокером, именно вот с человеком, да, который говорил им, что делать, как делать и тому подобное. Вот, у нас есть специалист, вот, у нас есть вот именно вот финансовый аналитик, да, то есть который в первую очередь, он устанавливает вам эту программу этого робота, помогает вам ее под себя настроить, да, то есть все зависит от активов, да, на которых вы хотите, да, чтобы торговала программа, вот. Ну и в принципе, да, если вам нужно будет, если вы хотите, то вы также можете обсудить с этим человеком время связи, да, то есть когда вам будет удобно принимать от него звонки, потому что, ну, в принципе, да, то есть работа с программой, она достаточно простая. Здесь просто заходите, включаете, программа работает. Но при этом вы можете заходить и проверять, да, то есть какие сделки совершила программа, какие сделки, на каких вы заработали, на каких вы проиграли. И всю эту информацию вы можете спрашивать у специалиста, да, чтобы он обучал вас, рассказывал вам, как это, что это. Потому что, Тимур, мы заинтересованы в том, чтобы вам было с нами интересно работать. Потому что когда вам интересно, когда вы не что-то безумно клацаете, а когда вы понимаете, что вы делаете, что на что влияет, да, что к этому приводит, тогда, соответственно, и когда вы еще и получаете прибыль за это, тогда и вам будет интересно с нами работать, а вот мы как раз-таки и заинтересованы в таких долгосрочных связях с нашими клиентами, потому что, ну, опять же-таки, я вам уже объяснила, да, сегодня вы там работаете с 200-500 евро, завтра вы работаете там с каких-то тысяч евро, а вот, то есть, ну, когда вы видите, да, что вы имеете стабильную прибыль, хоть, ну, я вам честно говорю, с программой вы, ну, как бы, не заработаете так много, да, как вы могли бы заработать вот именно вот с человеком, который говорит вам, что вот зайдет, что не зайдет, вот, но, тем не менее, когда вы видите стабильный доход, когда вы видите, что вы стабильно имеете какую-то прибыль, хоть и небольшую, там, ну, поначалу, соответственно, вы захотите, чтобы ваша прибыль росла, аналогично, что вы будете также и повышать сумму своих инвестиций. И от этого растет комиссия компании, растет наша прибыль. А вот. Так, Илона, скажите, я просто не знаю сайт, куда это заходить. А вы как? Это, ну вот вы мне позвонили, вы какая-то организация? Или как вы вообще? Как вы существуете? Конечно, да, это компания 24x Forex. Смотрите, если я хочу... А где вы находитесь? Где вы зарегистрированы? Ну, такие вопросы. Ну, то есть, чтобы знать, с кем я работаю. Вы же понимаете. Смотрите, а вообще главная регистрация нашей компании идет именно на Маршаловских островах. А вот, сама регистрация компании. А вот. А территориально мы находимся в Швейцарии, город Женева. Возможно, были когда-то, там, сразу возле аэропорта большой бизнес-центр. Если что, вдруг заезжайте в гости. Мы очень рады видеть наших клиентов. А вот. Если будете проезжать. Хорошо. Вот смотрите. То есть, получается, вы не брокер, да? Лично я наимедию или что? Брокерская компания, Илона. Ну, запомните, такого понятия брокер, ну, человека с портфелем нету. Это компания. Хорошо, ну, да. Брокерская компания, да? Да, да, да. Так называют просто брокеров, как человек, людей. Там, брокер купил, брокер – это компания. То есть, через это… У них там отдельные сервера, отдельные счета. Как грубо говоря, это банк. Банк – это человек или нет? Вы воспринимаете так? Ну, нет, нет. Ну, брокер – это так же самое. Вот. Короче, вы как зарегистрированы? Я имею в виду, какой вид деятельности вы осуществляете на территории Женевы? Алло, алло. Илона? Илона? Алло. Алло, алло, алло. Да, меня слышно? Да. Вы выключили микрофон или что? А, нет, не знаю. Почему-то у вас тоже не было слышно. Простите, можно еще раз? Я вас плохо услышала. Ну, какой вид деятельности? Ну, вы продаете программное обеспечение, информационная поддержка, там, спутник или, ну, чем вы вообще занимаетесь? Мне просто сложно понять, что вы. Если вы не брокер, то кто вы? Ну, почему? Смотрите, мы предоставляем автоматическое программное обеспечение. Ну. Ну, то есть, вот эту вот программу, которая торгует вместо вас. Я понял. Ну, вид деятельности какой? Вы понимаете, что такое? Ну, что, вы что не знаете, что такое вид деятельности? Ну, вот банки у брокера, например, это работа с ценными бумагами. Там, у других компаний, там, например, информационных, это информационная, там, разработка программных там, обеспечений. А у вас что конкретно? Что вы... Я же вам уже сказала. Вы сказали своими словами. Ну, то есть, мы предлагаем робота или... Я понял, ну, какой вид деятельности? Может, это вид деятельности незаконный? Понимаете? Не совсем понимаю. Вы понимаете, что такое вид деятельности, род деятельности? Ну, да. Ну, ну, какой вид деятельности вы осуществляете на территории своей? Ну... Это сложный вопрос для вас, или как? Ну, я просто даже не знаю, как на него правильно ответить. Хорошо, давайте зайдем на ваш сайт. Может, на сайте там у вас указано. Сейчас, минутку. У вас есть вообще доступ к вашей почте, которую вы указывали при регистрации? Тифон? Да, есть доступ. Да. Сейчас, смотрите, я вам тогда на почту сейчас... Что я делаю? Сейчас подадут тогда запрос для того, чтобы вам сделали одноразовый пароль. Вот. Вы зайдете на свою электронную почту, поменяете себе пароль, чтобы не компания, а никто-либо другой доступа к нему не имел. Ага. И там же вы сможете зайти там на главный сайт компании и, в принципе, ознакомиться с этой информацией. Так. Сейчас тогда, одну секундочку, я вам сбрасываю. Так. 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 Можете заходить пока на почту. Угу. Сейчас ждем, пока для вас пароль сделают. Так. Тифон 135-205, верно? Да-да-да. Ага. Так. Это ваш Паку World System LT? Еще раз. Ну, название компании. Паку World System? Да-да-да-да. Да. А что значит дальше идет? The Trust Company, Complex. А, это адрес. Ну, идет регистрационный номер, да, и адрес, по которому он зарегистрирован. Так, можете заходить на почту. Я вам уже отправила. Да-да-да. От Илоны Кунис, это я. Что, там есть письмо? Пришло? Ну, от Илоны нету, просто от Forex24 пришло какое-то. Ага. Посмотри, вы входящие, да, смотрите? Попробуйте или обновите, или посмотрите, возможно, вкладка спам, возможно, туда пришла. Потому что бывает иногда такое, что всем парадом... Ну, у вас фамилия, как у Милыка, вы не с Украины? Да. Потому что у вас говор какой-то украинский, чуть-чуть. А, нет, я вообще родом из Белоруссии. Ага. Как там Беларусь проживает? Ну, ничего, я давно уже, на самом деле, на родине была. Наверное, где-то вот года три назад, вот как переехала в Швейцарию. Ага. Вот. Такой, не сильно хороший осадок у меня остался на родине. Да почему? Ну, Беларусь нормально себя там чувствует. Нет, ну, сама-то Беларусь, да, но вот вообще в личной жизни как-то у меня, не знаю, не сложилось, и с работой не сложилось, и прям все так в один момент навалилось, и мне почему-то захотелось вот прям кардинально поменять свою жизнь. А вот у меня здесь в Швейцарии подруга живет, я пришила к ней приехать на месяц. Вот. Ну, и понравился очень город, вообще страна в целом очень красивая, и как-то мне здесь, не знаю, спокойно. А как по-белорусски подруга? Еще раз? Как подруга по-белорусски будет? А, в смысле? Ну, по-белорусски как будет подруга? А, вы имеете в виду... Ну, перевести с русского на белорусский. А, сябрулка. Ага. Понятно. А я вас не поняла просто. А я думал, вы переводите в переводчик, пока думаете. Нет. Так, смотрите, я, ну, получил, и что мне дальше? Ну, смотрите, вы заходите на ваш торговый счет. А, вот там есть логин и ваш одноразовый пароль. Так. Видели, есть там? А, вот, вы заходите на торговый счет. Заходите там в настройки. Ну, вы сначала зайдите, чтобы я вас не торопила. Так, неправильный логин и пароль. Так, хорошо, сейчас. Так. У вас раскладка какая? На английском пишите? Я скопировал и вставил. А, вы скопировали? Да. Ага, ага. Так. Сейчас. Сейчас минуту. У вас, кстати, количество неправильных попыток есть, чтобы я не заблокировал. А на торговом счете нет? Нету. А почему? А должно быть? Ну, конечно. А вдруг я, я как бы программирую, не понимаю. Есть такое понятие brute force. То есть, грубой силы, подбор пароля. Его легко взломать, это еще в 90-х так ломали сайты. Сейчас, как бы, двухэтапная ауктификация должна быть на нормальных сайтах. А если у вас нету такого, то, блин, как я могу надеяться на надежность, безопасность вашего. Вы понимаете, о чем речь? Ну, да, да, да. То есть, подбор пароля начинается один, потом один-два, один-два-три. Ну, и пошло-пошло-пошло. И так вот ставишь на цикл, и все, и идешь чай пить. Через какое-то время все взломается. День-два. Ну, я, честно говоря, не разрабатываю сайты. Я, честно говоря, не совсем в этом понимаю. Ну, я просто говорю, как человек, который, как бы, чуть-чуть понимает. Нет. Ну, это, да, действительно, это звучит очень логично. Обычно даже в любом... Вот чем разница? Тем более, вы же там супер-робота создали, а такой простейший вход. Не можете через двухэтапную... Не обязательно там через SMS, через почту, чтобы отправлялась подтверждение или, знаете, попытка входа. Ну, да, действительно. Я хоть и не знаю этих моментов, но звучит... Ну, вот когда вы в банк, в банк, какое-то приложение, онлайн-банкинг заходите. Ну, да. Если вы разошли, то повторно можно. А там же изначально там и пароль, и все на свете нужно. СМС-ка, там звонок из банка, там, короче, ну... А тут как-то все просто ненадежно. Ну, не знаю. У нас, вот, я только работаю два года уже. Я до сих пор не могу войти. А попробуйте еще раз обновить. Вот, смотрю, что подтвердили. Вот, должно... Бывает такое, что почему-то они сразу пропускают. Ну, вот, или попробуй сейчас для вас другое сделать. Не знаю, в чем дело. Сейчас, сейчас я попробую опять. Угу. Неудачная попытка входа. Ага, так, хорошо. Сейчас. Так. А вот этот ваш робот, робот... Он, когда создали его, так грубо говоря, он... У него есть там какой-то патент, кем он был проверенный, зарегистрированный, как интеллект... Алло. Алло. Алло, здравствуйте, это Тимур? Да. Я представлюсь, меня зовут Никита Крылов. Я старший аккаунт-менеджер компании 24x4. Вы проходили регистрацию по проекту Nigma. Интересуетесь дополнительным заработком, правильно? Нигма, Нигма, Нигма... Нигма, это более проект, компания 24x4, как называется. Международная компания с 13-го года на рынке. Никита, да, вы? Да, совершенно верно, да, Тимур. Ну, проходил, я разговаривал с этой самой, как ее... Фамилия девушки Кунис. Кунис. Знаете, у вас работает Инга? Да, Илона. Да, Илона, да. Да, есть такая у меня. Ну, так... Ну, я начал задавать вопросы, она бросила трубку. Все странно. Вот так вот и поговорили. Мне интересно. Интересно, мне тоже интересно. Я думал, я думал, она испугалась моих вопросов и бросила трубку. А что же были такие же вопросы? Ну, я первый вопрос был... Она, во-первых, что... Ну, ну, я... Во-первых, мне понравилось с ней разговаривать, потому что у нее милый голосок такой, ну, очень... Девушке такой лет, там, 14. Ну, видно, что девушка вообще не понимает ничего. Во-первых, что она считала, что брокер – это человек. А вы как считаете? Брокер – это человек или что? Что такое брокер? У нас есть аналитики. Нет, я у вас спрашиваю, Никита, кто такой брокер? Это человек или не человек? Просто она считала, что это человек. Я спрошу, вы как считаете? Кто такой брокер вообще? Брокер, ну, во-первых, это юридическое лицо. О, отлично. Уже, ну, нормально. Это компания, юридическое лицо, но это не как человек с чемоданом. Она мне там все время говорила, что это человек, и у меня же... Сразу я понял уровень вашей подготовки, вашей компании. Ну, что вы мне расскажете? Как возможно на бирже покупать акции? Через кого? Через программу вашу? Это возможно? Торгуем на МТ4. На блокове МТ4. Так вы брокер? Вы брокер или не брокер? Ну, ваша компания, в смысле. Брокерская или не брокерская? Она говорила, что она не брокерская. Энигма – это не брокерская компания. Такая Энигма – это и не компания, это проект. Ну, проект. Ну, то есть, откуда она там звонила? С Женевы. С Женевы. Вы в Женеве находите. Да, да. Регистрированы где-то там на островах маршаловских, в Чемаршаловских. Вот. И… Алло. Да, говорите, я слушаю. Вы просто пропадаете, включаете микрофон, что ли. Вот. И она говорит, что это не брокер. Потому что брокер – человек, способен ошибаться. Там, ну, такие глупости говорит. Причем тут брокер может ошибаться? Это очень важно, что вы мне это рассказали. Ну, так я ж… Ну, хорошо. Расскажите вы теперь. Я ж просто… Она мне рассказывала такого, что я в итоге долго не мог заснуть даже. Как так, ну, как можно купить акцию без брокера? Она говорит, через программное приложение. То есть, ну, не знаю. Человек просто не имеет опыта на финансовом… Ну, так а что вы держите таких людей? И как вы с людьми работаете, если позволяете? Она является аккаунт-менеджером, понимаете? Ну, а вы… Не аналитик, который… А вы кто? Я старший аккаунт-менеджер, но я в новой финансовом рынке. Хорошо. Это будет другая ситуация. Я послушаю вас внимательно. Как вы работаете? Как мы работаем? Да. Какая вы компания? Название? Где зарегистрированы? Можно ли почитать за вашу компанию? Что вы предоставляете? Услуги? Как мы взаимодействуем? На основании… На основе… На основе… На каких-ких законах? Ну, хотя бы для начала… Начнем с этого. Что мы заключаем с вами? Заключаем что? А что можно заключать? В плане… Мы заключаем. Мы с вами сотрудничаем. Компания имеет спред, да, процент вашего чистого дохода. Хорошо. Вы как брокер. Вы как брокер. Вы… У вас есть брокерский счет? Лично торгуяю ли я? Да. Вы опять спрашиваете. Я когда спрашиваю, вы как брокер. Я спрашиваю, вы как компания брокерская. Ну поймите, это такой оборот речи. Вы как банк. Ну и когда банк. Банк это человек или вы конкретный банк? Я вас спрашиваю. Я понял, понял, понял. У вас оборот речи очень интересный. Ну как интересно, это обычный деловой оборот речи. Ну как, вы как банк, если бы вы работали в банке, я спросил бы, вы как банк предоставляете там какие-то услуги? А вы подумали, что банк, это я конкретно вам обращаюсь. Я обращаюсь как к компании. Ну да, потому что я ее представляю. Да, совершенно верно. Вот, я спрашиваю, вы как брокер, у вас есть брокерский счет? Конечно, если мы, мы вам звоним, мы работаем на финансовом рынке. Вот, совершенно верно, хорошо. Мы зарабатываем не только деньги, сотрудничая непосредственно с клиентами, да? Да. И большие компании, с которыми мы сотрудничаем. Хорошо, Никита, я понял. Давайте я закончил свою мысль. Вот, только компания, у вас есть брокерский счет. И вы для открытия брокерского счета, вы не заключаете ничего? Как клиент может знать и как может быть зарегистрирован и идентифицирован клиент, для, как, что это, что это его брокерский счет? Вы пользуетесь, а вы будете проходить полную верификацию. Смотрите, в планету, да, правильно, мы выступаем, как непосредственно брокеры, да? Да. Так удобно назвать, да? То есть, как юридическое лицо. Да. Все вытекающие мы берем на себя, совершенно верно. Какие вытекающие? Что значит вытекающие? Вытекающие. Вытекающие. Смотрите, вы зарабатываете весь другой пакет, анализ, как полноценное сопровождение предоставляет вам компания. Ну? Я вижу, что вы подкованный, это супер. Ну, что значит подкованный? Что значит подкованный? Честно говоря, я не понимаю слово подкованный, но что-то я понимаю. Подкованный это значит человек, который в чем-то разбирается. Я понял, ну, в смысле я понял. Это не диванные критики, которые жалуются, говорят, что все плохо. Нет, смотрите, дело как. Я не то, что подкованный, я просто знаю, как это все происходит, потому что у меня родственник есть, который является трейдером. Он работает, он заключил договор с брокерами, обслуживание брокерское, у него есть брокерский счет, вот, и он работает в этой сфере. И лично я, я не работаю. То есть у меня есть, как говорится, у кого спросить и те знания, которые как в этой сфере, ну, я немножко понимаю. Так что, когда я общаюсь с такими людьми, наподобие как ваше имя, зовут Кунис, Кунис, точно помню Кунис, то я сразу обалдел, когда она сказала, что мы покупаем, работаем на бирже без брокера. Ну, я все сразу понял, что вы, не знаю, что вы себе представляете, ну, не вы конкретно, а ваша компания. Вот, я начинаю вас потихоньку спрашивать. Брокерский счет, брокер, как взаимодействие, какие взаимоотношения между брокером, что вы вообще даете, как компания брокерская? Даем робота плюс сопровождение персонального аналитика. Ну, я считаю, что если вы человек, который как-либо немного разбираетесь, да, вообще в этой сфере, то вам очень интересно, да, подобрать разные, да, направления. То есть, не общего аналитика, основываясь, там, на криптовалюте сейчас-то, да, самая обиходная. То есть, вы вместе с криптовалютой... Я с криптовалютой вообще не собираюсь работать. Я буду, если буду работать, то я буду работать на фондовом рынке. Почему так? Сейчас хорошая волатильность именно на криптовалюте. Она упала сейчас. Вы знаете, что она сейчас падает? Так это временно, да, вот, потому что биткоин сегодня упал? Ну, да. Да, да, да. Так, а то, что уже запустил Илон Маск, это уже не остановить. Да, ну, от Илона Маска ничего тут не решается. Вообще, абсолютно. Ну, то, что он купил, это просто... Это в то время просто просто так и произошло. Он купил там, сколько-то, на миллиардов. На 1,5 миллиарда, да, он сделал спикуляцию. Ладно, Никита, я сразу вам сказал, что с криптой я работать не буду. У меня там еще плюс другие убеждения по этому поводу. Так что давайте, ну, отставим. Вы по фондам в рынку не работаете? Мы работаем по всем, например, просто мне, я, именно я занимаюсь именно криптовалютой. Ну, я занимаюсь, ну, как, я хотел бы заниматься на фондах в рынке. Вы мне не поможете в этом вопросе? Вам, я, смотрите, я подбираю вам специалиста, да, аналитика, который работает в этом направлении. Хорошо. Да, аналитика это потом уже, когда мы все откроем с вами брокерские счета, ну, пополним счет, как мы, куда мы пополняем счет? Я пополняю счет в вашу компанию или вы работаете с конкретно каким-то банком? Счет в плане? Ну, торговый счет. Ну, торговый счет, да. Ну, торговый счет и брокерский счет. Как вы думаете, это одно и то же или нет? Вы задаете вопросы, на которые даже я не знаю ответы. Я понимаю, почему, наверное, мой номер... Хорошо. Хорошо. Дело в том, что я не задавал такой вопрос. Мы не дошли даже до этого. Смотрите, есть брокерский счет, да? Что такое брокерский счет? Ну, с вашего понимания. Просто, как бы, ну, не знаю, насколько вы специалист и о чем мы можем с вами говорить. Если вы сначала не понимаете саму структуру, как покупается акция, куда она, где она хранится и как, откуда, за какой счет, за какие средства покупает брокер ту же акцию, где это все происходит. Ну, вот, как, вы мне сможете рассказать, как это все, ну, происходит? На финансовом рынке непосредственно. На бирже, да, на финансовом рынке. Вот, смотрите, я нажимаю кнопочку на терминале у вас на платформе. MT4, MT5 или Xcritical, ну, неважно, в принципе. MT4, да. Да, нажимаю кнопочку купить акции, там, компании Tesla. Нажимаю. Брокер ее осуществляет, как бы, там, подписывается контракт, ну, покупает ее. Это мне уже не важно, это, так сказать, бэкэндовская служба работает. Вот. Она мне поступает, куда эта акция? И в каком виде, в какой форме, какой информации? Как она кодируется? Кодируется. На счету она будет? На каком счету? На торговом или на брокерском счете? На брокерском. Совершенно верно. Хорошо. Но, я купил эту акцию. Брокер. Вы не будете покупать целую акцию, правильно? Ну, неважно, неважно. Не будем подробностей. Ну, купил целую акцию, лотом, не лотом. Ну, купил, короче. Ну, купил акцию. Неважно, не будем подробностей. Смотрите, как получается потом? Брокер за свой счет покупает или откуда-то берет деньги? То есть, с моего счета какого-то. Да. Да. Которая находится на брокерском счете или на торговом счете? Или в каком-то банке? Где он берет деньги? Деньги находятся на торговом счету. На торговом счету. А, хорошо. А брокерский счет и торговый счет – это одно и то же или разные вещи? Смотрите, брокерские компании – это один счет. Подождите. Ну, брокерский… Отдельный счет. Да. Отдельный счет. Какой счет? Как он называется? Ваш персональный счет. Хорошо. Мой персональный счет. Брокер покупает акцию за свой счет или за мой счет? Поэтому, может… Подождите. Если ваши деньги, конечно, вашими деньгами вы будете распоряжаться. Даже если… Вы уверены? Начали, да. Вы уверены? Подождите, Никита, вы точно уверены, что… Смотрите. Повторим обратно. Я нажимаю кнопочку. Брокер покупает акцию. За какие средства он покупает акцию? Ну, если это… То он покупает, правильно? Он покупает, да. Так, ну как? Я уже… Я настолько, как ребенку объясняю. Нажимаю кнопочку. Брокер покупает акцию. Он сохраняет ее на брокерский счет. Ну, когда он покупает эту акцию, за чей счет он ее покупает? Ну, если он ее покупает, значит, за его… Вот, отлично. Брокер всегда должен за свои деньги покупать акции. Вот. А потом он производит списание с моего счета, торгового счета, который я должен объединить с брокером. Ну, недоверительное там соглашение банковское. Да не как вообще-то, да. Я понял. Ну, то есть банк должен заключить, как бы дать… Я должен согласие на списание с моего счета, ну, чтобы брокер списывал с моего счета, правильно? Или нет? Ну, я слушаю, я слушаю, да. Ну, я спрашиваю, правильно, вы как поступаете, так или не так? Может, я сейчас вообще придумаю какие-то, знаете, смотрю на потолок и выдумываю какие-то алгоритмы, как поступать. Смотрите, смотрите, как вот происходит у нас. Вы сказали, у вас есть торговый счет, который, да, куда вы положили деньги. Да. Все моменты происходят именно с вашим счетом. Купили Tesla, Apple, да, если вы хотите на ценных бумагах торговать, ваши деньги включаются в оборот. При закрытии сделки, да, идет момент спреда, он будет автоматически списываться, остальное идет на ваш торговый счет. Это то, что я могу вам сказать. Ну, сейчас вам что-то наговорить, это, с моей стороны, не коррекция. Хорошо. Значит так, а вы сколько лет на рынке, сколько вы, насколько вы, ну, просто достаточно человеку работать два года, и он вот эти все подводные камни, если он торгует и работает дело с брокером, ну, я просто с своим братухой разговариваю. Смотрите, как происходит у меня момента? Он эти все вещи, в каком формате это все сохраняется, а как оно, на каком счете, на каком типе брокерском счете? Это если человек, понимаете, сам торгует, понимаете? А вы не торгуете? Сколько вы работаете? Я могу открыть, да, сделку, да, потом ее закрыть. Ну, есть, ну, смотрите, который мне помогает. Ну, а ваша задача какая? Моя задача в плане? Ну, вот вы позвонили мне, какая ваша задача? Рассказать, как работает компания. Ну, хорошо, хорошо, я услышал, как работает компания, какие дальше, дальнейшие шаги? Мы с вами заходим на торговый счет. Ну? После этого мы его активируем, я показываю. Что значит активируем? Ну, выложите на него деньги. А тот счет, он кому принадлежит, куда я активирую? А мы заключили договор, что это мой счет и какие условия, какие все эти самые, ну, то есть, что это вообще мой счет, а не какой-то там, куда это-то пополняю. Мы заключаем такие договора? Вы дальше проходите верификацию, весь... Верификацию я прохожу тогда, когда я посмотрю хотя бы проект вашего договора и условия. Тогда я отправляю вам документы, чтобы вы составили договор с моим имени, фамилией, мои реквизиты, тогда мы подписываем. Как мы это подписываем? Через почту или через компанию электронного документа оборота? Ну, это не важно. Ну, то есть, для начала я должен почитать условия проекта вашего договора, с кем счетом, с брокерским счетом. Хорошо, тогда, смотрите, без проблем, все. Давайте, как мы поставим, я отправляю вам полноценный сайт компании. Да. Там все есть, просто есть все, что вам необходимо. Есть, смотрите, Никита, если там есть пользовательское соглашение, если там пользовательское соглашение, это, знаете, ну, не обижайтесь, это, ну, вы, может, грубо сломали, это туфта. Должен быть договор. Откройте даже, откройте даже просто википедию на любом языке и почитайте, что такое брокер и взаимодействие его с гражданской правовыми, ну, с человеком, с физическим лицом. Я понял. Там написано договор. Пользовательское соглашение. И откройте также пользовательское соглашение. Пользовательское соглашение обычно подписывают, это тоже как бы является договор, но договор, вот я сейчас читаю. Пользовательское соглашение – это договор между владельцем компьютерной программы и пользователем ее копии. Пользовательское соглашение, которое, возможно, у вас на сайте находится, это договор на использование вашей платформы, терминала, ну, электронной, короче, этой продукции. Я могу отказаться от нее и работать с брокером по телефону, как раньше это делалось. Вы понимаете меня? Да, да, да. Я думаю, что вы сейчас положите трубку, потому что вы ничего не предоставите. Также я попрошу у вас документы лицензии регулятора и если вы с каким банком работаете, если вы с банком не работаете, вы работаете на компанию, лицензию на хранение вкладов. То есть, если у вас все есть, пожалуйста. Тифон 1-3-5-2-0-5 принял. Жду от вас ответ непосредственно. Ну, я жду от вас информации, а то, что я отвечу, если вы мне потом еще позвоните, мы поговорим. А так пока что я ничего не понимаю в вашей компании, ничего. Вы мне перезвоните, скинете? Да, конечно, конечно. Ну, хорошо, я жду тогда вас вашего звонка. Хорошо. Хорошо.